Добрый день дорогие друзья, и это снова уроки по BOSS GT10 специально для группы почетные пользователи BOSS GT10 BASS. С вами Павел Пчел, и сегодня я вам расскажу о бассигнах, о том как управлять эффектами при помощи кнопок, таких как ETL 1.2, кнопки банков, педали экспрессии, кнопки педали экспрессии, ну и в принципе всех остальных. Ну что, поехали. Начну я с настройки под названием PedalFX. Для того, чтобы в нее зайти, нажимаем Master PedalFX, и видим PedalFX. Заходим сюда при помощи кнопки Enter, и здесь сразу говорю, все выкручиваем влево, для того, чтобы все отключить, и буду рассказывать о каждой настройке отдельно. Ну давайте я вам расскажу на примере KTL 1, то есть крутим вправо, видим A, B. То есть при нажатии KTL 1 мы будем переключать петли эффектов. Ну и смотрите, вот, пожалуйста, то есть мы четко это видим. Далее, компрессор. Ну так как в данный момент у нас включен компрессор, педаль сразу нам сигнализировала. То есть смотрите, нажимаем на KTL 1, хоп, компрессор отключился. То есть еще раз нажали, включился. Дальше у нас идет включение блока овердрайвов или дисторшенов. То есть нажимаем на KTL 1, хоп, загорелось. Добро. То есть дальше предусилители, дальше эквалайзер. FX1, блок спецэффектов номер 2. То есть непосредственно настройка осуществляется вот по этим кнопкам. Ну и не только, но как проще предположить, вот именно по ним. Представить, извините, хорус, включение и отключение хоруса, включение и отключение ревербератора. Pedal FX, это при нажатии на, как правило, при нажатии на носком на кнопку педали экспрессии, мы включаем, ну, к примеру, ВАГ или Pedal Band. Вот. Именно при этой настройке включаются дополнительные функции педали экспрессии. То есть нажали, KTL 1. Давайте я покажу, чтобы она отображалась. Именно лампочкой. То есть вот, пожалуйста. То есть мы нажали на KTL 1. Оп, лампочка загорелась. KTL 1 нам об этом сигнализировал. Ну что, дальше. Настройки. Sentry Tourn, то есть посыл возврат. То есть включение внешней педали эффектов какой-то. AMP-KTL, то есть переключение, как я уже говорил, каналов усилителя. При помощи процессора, включение тюнера, включение мануальных настроек, об этом позже. Включение фразового лупера, рекорд-плей, включение записи проигрывания фразового лупера, удаление фразового лупа, мутирование и проигрывание. То есть заглушить звук и дальше проигрывать с звуковым сопровождением фразового лупера. БМП-ТАП, то есть натапать скорость данного эффекта. Дальше ТАП по ДЛЭМ, то есть настукать скорость для ДЛЭМ. Дальше включение МИДИ какого-либо рода. Ну то есть вы ставите на это настройки. ММС, это включение, допустим, внешнего устройства записи под управлением МИДИ. Дальше добавить звука для данного патча, то есть плюс 10, плюс 20, сделать громче. Минус 10, минус 20, сделать данный патч тише. NUM INC. NUM INC, это значит мы при нажатии кнопки КТЛ включим следующий патч. То есть это будет второй, третий, четвертый в пределах одного банка. То есть U1, U1-1, U1-2, U1-3, U1-4. То есть NUM INC это вперед, NUM DECAY это назад. То есть если у нас был включен U014, то есть при нажатии КТЛ мы переключимся на третий, потом на второй, потом на первый. Дальше. BANK INC, то есть BANK INC это следующий банк, то есть у нас был U01, у нас включится U02, U03, U04. BANK DECAY это значит, банк будет предыдущим. То есть у нас стоял U02, мы нажали на КТЛ, у нас включился U01. То есть для кого-то, наверное, удобно. LED MOMENT, то есть мы нажимаем и он загорается только в момент нашего нажатия. Отпустили, потух, нажали, загорелся. Это для моментальных эффектов, для того, чтобы сигнализировать об этом, то есть о включенном эффекте. И LED TGG, то есть мы нажали, отпустили и он зафиксировался. То есть включен или отпустили, еще раз нажали, вернее, и светодиод отключился. Вот, и все, в принципе. Блок для КТЛ1 и КТЛ2 абсолютно одинаковый набор эффектов, возможностей управления эффектами. И следующая кнопка, это кнопка педали экспрессии, то есть вот здесь находится она в пятке. Вот, возможности функций, то же самое, что и у КТЛ1 и КТЛ2, кроме последних двух пунктов, таких как LED MOMENT и LED TGG. Все остальное то же самое. Ну и теперь о возможностях педали экспрессии. Крутим вправо и видим. То есть, фут-волюм, то есть сейчас педаль экспрессии будет работать как педаль громкости. То есть при нажатии обязательной кнопки, то есть ее нужно непременно нажать для того, чтобы она включилась. Так, следующее. Педал-бенд. То есть эта педаль будет находиться как, так сказать, управление октавой изначального звука. Далее вах, то есть педаль будет в режиме вахлки, ну или вакушки, кому как удобно называть. Дальше нам предлагают блок эффектов. То есть по умолчанию он будет работать как педаль громкости, но при нажатии кнопки педали экспрессии он будет переключаться в режим педал-бенд. То есть либо наоборот, переключаете, нажимаете на кнопку Master Pedal FX и получается, что по умолчанию у нас будет работать педаль как педал-бенд, но при нажатии она будет работать как фут-волюм, то есть как педаль громкости. Вот, поэкспериментируйте, будет интересно. Следующий блок это вах и педаль громкости. То есть, опять же, по умолчанию педаль громкости при нажатии кнопки будет включаться вах. Больше у нас эффектов возможностей нет. Давайте по вкладкам. Нажимаем на правую кнопку джойстика и видим настройки для ваха, для режима вах. Здесь представлено несколько вариантов вах. То есть, что вам удобнее, что как вам интересно будет по звуку. То есть, это уже на любителя. Слушайте, экспериментируйте. Не забывайте про кнопку Display Mode. Здесь у вас будет открываться, в принципе, все то же самое будет. Те же настройки, кроме еще добавится вам Direct Level. То есть, вам будет возможность предоставлено примешивать немножечко чистого звука. Ну или свои собственные пропорции. Короче, экспериментируйте. Следующая вкладка это Pedal Band. Это то, что, так скажем, повышает на октаву или понижает от изначального уровня звука, который у вас есть. То есть, вы можете добавить там плюс 12 и вы к своему звуку добавите октаву. Либо плюс 24 и добавите 2 октавы. Вы также можете выбрать положение, в каком будет выглядеть положение в минимальном педали экспрессии. То есть, вы можете сделать так, что в минимальном положении педали экспрессии у вас будет 12 включенного. То есть, плюс октава. А в максимальном положении плюс 24. То есть, полный ход педали экспрессии у вас будет там совершаться от плюс 12 до плюс 24. ну и последняя настройка это foot volume что самое интересное здесь тоже постарались и дали вам настройки педали громкости то есть есть два режима slow режим normal и режим fast то есть при режиме slow то есть если вы даже нажмете резко педаль экспрессии от низа к верху то все равно будет некое запоздание то есть будет некое плавное управление уровнем громкости ну опять же экспериментируйте будет интересно по кнопках я рассказал ну что ж что касается данного пункта меню я рассказал и наверное поехали дальше следующий вариант настройки о котором я расскажу это осигм для того чтобы войти в осигм нужно нажать master pedal fx вот здесь выбрать вкладку осигм и нажать кнопку enter и мы зайдем в данную настройку дальше что здесь делается сразу все настройки влево то есть настройка состоит из трех составляющих это то чем вы будете управлять к примеру педали экспрессии к тел и кнопка педали экспрессии какие-то внешние педали то есть и internal pedal wave pedal input level либо миди далее вы выбираете сам эффект которым вы будете управлять да то есть это будет компрессор дальше overdrive distortion преамп то есть эквалайзер ну и многие прочие и непосредственно сама настройка который вы хотите управлять то есть допустим компрессор он off далее вариант видите выбрать вид компрессора выбрать допустим управление sustain компрессор ну и так далее настроек очень много итак для начала об органах управления то есть это будут какие-то к телу и педали экспрессии ну и в подробности ну то есть педали экспрессии это педали экспрессии они ему уже говорили они ему уже знаем вот ктл-1 они мы тоже знаем кнопка педали экспрессии внешние педали экспрессии внешние ктл и далее internal pedal что такое интернул pedal internal pedal так это как и к насколько я понял это педаль включаешь это эффект включаешься с запозданием то есть здесь дополнительных настройках через дисплей мод здесь есть настройка называется она internal time здесь вы выставляете запоздание для педали экспрессии то есть через сколько она после того как вы нажали на кнопку включения через сколько эффект включится здесь есть вариант настройки до 30 так до скольки до 100 насколько я понял это первое число запятая и 0 до то есть допустим это будет 9 секунд 8 секунд 7 секунд либо 100 секунд вот там три с половиной 2 и 5 но по ощущениям так скажем потому что ну точнее просто не могу объяснить internal curve насколько я понимаю именно вид графика при котором будет педали реагировать тем или иным способом то есть а линейная то есть вы нажали он она включилась допустим слова из это значит вы нажали и она вас догнала то есть вы нажали на кнопочку и через какое-то время включился эффект либо фаст раз то есть включение эффекта будет немножечко опережать нажатие кнопки да то есть допустим относительно педали экспрессии но опять же насколько я это понял вот я тут долго колдовался пытаясь понять что к чему тут и надо инструкции тоже это вот что касается internal pedal not еще раз говорю что по моему это педаль которая срабатывает с запозданием следующее wave pedal вот это тоже очень интересно потому что это педаль которая сама по себе включается то есть без вашего сейчас скажу вам не нужно оперировать никакими кнопками она будет включать эффекты сама то есть как вы ее попросите здесь есть вот пожалуйста wave rate то здесь есть сама сама настройка отвечающая за частоту включения то есть насколько я понял как это можно применить то есть допустим если вы выставите правильную вот эту trade задержку то вы например можете петь куплет высчитать сколько он идет по времени и как раз допустим наконец-то конец куплета будет совпадать с моментом включения компрессора и вы будете припев уже петься включенным эффектом как раз от по времени будет совпадать конец припела с отключением эффекта вы допиваете припев и у вас включается опять чистый сигнал и вы опять поете как вариант еще есть вариант такой что вы можете установить wave rate от какого-то допустим к примеру вы возьмете там не знаю уровень там глубину допустим реверберации вы хотите чтобы она всегда двигалась допустим от 10 до там 50 в таком эквиваленте и она и wave rate будет постоянно от 10 до 50 постоянно будет этот эффект как бы ну крутилку эту постоянно двигать до глубины то есть есть 11 12 13 14 15 до 50 и обратно также по единичке и wave rate будет объяснять от 0 до 50 как часто будет она двигаться но опять же берите эффект берите этот режим изучайте потому что я всего лишь даю подсказки и о том как правильно это использовать или как с этим работать я не знаю задавайте вопросы в группе может быть мы это с вами потом рассмотрим более подробно вместе как-нибудь по скайпу вот здесь также есть варианты как будет переключаться эффект wave form то есть вид волны как на это будет переключать то есть есть допустим triangle sh или soul опять же смотрите пользуйтесь то есть там кривые там обычные сносоидальные там пилообразные вот смотрите достаточно интересный эффект вот очень много добротного психодала на этом можно проделать ну что смотрите для того чтобы включить эффект у нас есть подсказка в правом нижнем углу master on off для того чтобы это включить нам нужно нажать master pedal effects хоп нажали переключилась то есть of еще раз нажали переключилась в положение он и также не забывайте о том что в левом нижнем углу нам будут подсвечивать допустим вот нажимаю кнопку master pedal effects хоп подсвет пропал видите master of отключилась то есть опять нажимаю хоп цифра подсветилась то есть а для того чтобы вам не искать очень долго какой из асигна включен вам подсвечивают вот допустим асига номер 5 вот он 5 хоп отключили вернулись на 3 отключили и подсвет пропал то есть или вы допустим не можете понять почему у вас этот данная настройка не работает заходите смотрите все объясняется дальше вы в педал мы рассмотрели и input level тоже очень интересный вариант переключения он работает над входным сигналом то есть для того чтобы включить или отключить эффект или включить какую-либо настройку вам нужно играть с большей динамикой то есть если это музыкальный инструмент то вам просто нужно сильнее бахнуть по струнам для того чтобы у вас появилось чтобы вход ну на входном уровне появился более громкий сигнал либо если вы вокалист допустим крик мы там момент или просто ну сделать что-нибудь для этого input level именно от входного сигнала и еще одно но кнопочками джойстика вправо двигаетесь до самого конца здесь есть input signs то есть входная чувствительность input level вот вид переключения настроек он зависит напрямую от input signs то есть тон насколько вы правильно строить вот этот вот уровень вот эту настройку настолько же четко у вас будет отрабатывать на этот сигнал input level то есть если вы поставите маленькую то есть маленькую чувствительность да то есть вам придется очень сильно крикнуть или очень сильно бить по струнам для того чтобы включить эффект если вы включите допустим очень большую чувствительность допустим близко к 100 то у вас он будет отрабатывать на микроскопические какие-то изменения в звуке и переключать эффект сразу то есть опять же смотрите интересуйтесь вот вам есть с чем поиграться вот ну и следующий идет блок для управления миди то есть где-то на каком-то устройстве на каком-то секвенсоре на каком-то клавишном инструменте вы можете настроить это все дело и управлять эффектом внутри процессора включать его выключать или какую-то настройку эффекта при помощи посыла сигнала с внешнего другого устройства дальше не забывайте о том что у вас есть дополнительные настройки кнопкой дисплей мод здесь всегда есть какие-то еще более правильные настройки что ж ну наверное что касается осигнан мы рассмотрели ну и последнее что касается настроек кнопок это наверное настройки глобальные для процессора в общем то бишь до этого мы рассматривали pedal fx и осигнан это то что настраивается отдельно для каждого патча а сейчас я вам покажу где настройки для полностью процессора в общем то есть ну как я и говорил уже глобальный для того чтобы в них найти нужно нажать кнопку систем то есть зайти в системное меню и здесь выбрать вкладку контроль то есть она вот находится здесь вот контроль ну и входим так что здесь что такое кнопки p1 p2 p3 p4 это вот есть вот эти кнопки то есть параметр p p1 p2 p3 p4 это понятно то есть и здесь пожалуйста вы выбираете master low master mid и сразу говорю то что вы будете здесь сделать оно сохраняется сразу то есть для того чтобы принять данную настройку подтверждение не нужно то есть крутнули все эта настройка уже записалась в память процессора и для того чтобы изменить нужно снова зайти в это же меню и вернуть на ту настройку которая вам нужно поэтому с этими настройками будьте аккуратнее поэтому я их сейчас крутить не буду я настроил как мне комфортно и не хочу потом рыться и искать это все так как дамба не сделал ну что это системные кнопки параметров дальше как настраивать педаль экспрессии глобально то есть вот пожалуйста перференс то есть вы хотите выбрать настройку педали экспрессии в данный момент для системы в общем либо для патча сейчас на стоит патч то есть настройка патч говорит о том что данная кнопка настраивается для каждого патча отдельно вот так же как и я выставил для всех настроек одинаково для патча вот если вы выберете пункт system то есть как бы вы мы не настраивали в каждом патче отдельно эту кнопку она все равно будет нас работать так как вы настроили ее здесь поэтому будьте аккуратнее счет вот функция то есть что вы хотите то есть уровень патча и и минимальное максимальное положение ну в принципе нам эти настройки уже знакомы я не говорил дальше кнопка педали экспрессии опять же настройка для патча отдельно для каждого ее функция банк dk не знаю почему она стоит благо что для каждого патча отдельно поэтому настройка не работает вот именно так так как настроена здесь только так как она работает так как я ее настраивал сам в патче в отдельном ну опять же ее минимальное положение то есть отключено и максимальное то есть включено так как она работает то есть так ago фиксированное состояние либо момент это ее моментальное состояние дальше настройка внешней педали экспрессии ktl 1 а не и мы знаем то есть опять же то есть настройка для чего для патча отдельно либо для всей системы функция которой она будет раз которой она будет работать и так далее То есть включать, отключать, либо какой режим фиксации Дальше КТЛ-2, КТЛ-3 внешка, КТЛ-4 внешняя Ну вот, в принципе, тут все понятно, все очень даже понятно Вот, постарались Ну и все, что касается глобальных настроек для педалей процессора Все, спасибо На этом, что касается кнопок, все Вступайте в группу, интересуйтесь музыкой Пользуйтесь процессором с удовольствием, задавайте вопросы Если вам нравятся или вам помогли эти подсказки Ставите мне нравится, рассказывайте друзьям Удачи, музыкальных вам успехов До свидания